Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня мы поговорим о том, что происходит с ценой биткоина. Я думаю, многие уже капитулировали и сейчас мы видим, наверное, финальную стадию все-таки этой капитуляции, потому что, я не знаю, ребята, как бы, есть, конечно, сейчас мнение у всех, что мы пойдем уже только вниз теперь и никогда больше вообще не пойдем наверх и соскамимся. И, в принципе, конечно, надо иногда держать такой самый менее вероятный вариант тоже в голове, но не настолько, слушайте, давайте все-таки вспомним, что биток у нас всегда ходит волнами и по-любому за волной вниз пойдет волна наверх. Тем более, смотрите, у нас с вами на Хайконаши свечках подряд уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцатая недельная красная свеча. Это просто какой-то, я не знаю, паноптикум. Если вы посмотрите в истории битка, именно Хайконаши свечи. Если вы включите обычные свечи, то тут уже были вот зеленые, но они были ложные. И Хайконаши свечи славятся тем, что они показывают именно тренд. То есть, в основном они не меняют цвет, а идут однотонные. И смотрите, такого не было в принципе за всю историю битка очень-очень давно. Подряд такого количества недельных свечек. Но вот здесь вот, возможно, это было в медвежьем рынке пятнадцатого года. И то, если их там посчитать, вот здесь вот было их меньше. То есть, это что нам говорит, что по-любому будут зеленые свечи даже внутри падения. И самое важное, что я хочу вам сказать, это индикатор стахастик RSI. Это индикатор относительной силы в моменте. Мы видим с вами, что он находится просто в полу вообще уже ужатый. Очень-очень достаточно долгое время. И если вы посмотрите за все время битка, то этот индикатор, да, он в основном все время ходит вниз-вверх, вниз-вверх. И он указывает нам на импульс, на перепроданность и на перекупленность. И сейчас, если вы посмотрите, опять же, так долго стахастик не валялся. Давайте я его побольше сделаю, чтобы вам было видно. Так долго стахастик в полу не валялся вообще никогда. За всю историю битка вот у нас были вот такие вот моменты, как здесь, как здесь. Обычно он сразу отскакивает, видите, либо не так долго лежит. И после этих моментов что происходит неумолимо? Конечно же он отскакивает. И когда он отскакивает, что обязательно сейчас произойдет в какой-то момент? Что происходит с ценой? Посмотрите. Да вот что происходит с ценой. Она начинает расти. Если не так, то так. Или даже если вот здесь хотя бы, но все равно она вырастает. Это здесь кажется, что это мало. А на самом деле вот здесь вот это было большое движение. Если мы измерим его, вот от дна стахастика и до пика, это было движение на 93%. И если вы посмотрите в истории всех отскоков стахастика, вот здесь вот опять же, когда он выскочил, начался бычий рынок, посмотрите. Вот из перепроданности стахастиков, даже в следующую перекупленность мы набрали 100 с чем-то процентов. А если бы сидели до конца, то это был рост на 3,5 тысячи процентов. Так что таких примеров много. И они все нам показывают на один и тот же результат. Вот опять же, смотрите, перепроданный стахастик, он как минимум куда-то отстреливал на отскок. Потом опять же, индикатор hash ribbons указывает нам на то, что сейчас самый разгар капитуляции майнеров. То есть хешрейт в сети все еще не восстановился, и мы очень сильно просели. После такой капитуляции майнеров все время идет синий кружочек, сигнал на покупку. Так что самый верняк, конечно, это сейчас, наверное, подождать. Пока вы видите хотя бы намеки на отскок по стахастику и также по обычному RSI. Ну и синий кружочек в идеале увидеть, сигнал на покупку. Тогда это будет, конечно, знак локального дна. Но вообще, я думаю, что подтвердился не медвежий, не бычий, а как раз верблюжий рынок, о котором мы говорили с вами, по-моему, в прошлом месяце, еще когда все только начинало падать, мы с вами поняли, что это будет верблюжий рынок типа вот этого. Помните, вот этого двугорбого рынка, где вот у нас был верблюд? Посмотрим опять же, как вот этот RSI себя поведет обычный. Он уже ниже средних значений, что является, конечно, признаком медвежьего рынка, а не бычьего. Потому что если вы посмотрите, у нас во всех бычьих рынках RSI находится выше этих значений. Так что сейчас RSI у нас вступил в зону медвежьего рынка. Стохастик при этом кричит о том, что в моменте будет скоро отскок. Хэш-риббанс пока тоже капитулирует, но мы ждем по ней сигнал на покупку. Манифлоу пока все еще зеленый на недельном таймфрейме на MarketCypher. Но будет хреново, если Манифлоу, конечно, уйдет в красную, потому что это будет тогда нам говорить о том, что действительно это медвежий рынок. В общем, вот такая вот у нас интересная развилка. Я лично не отступаю от своего плана, я накапливаю крипту каждый момент, когда могу это делать. Я сейчас абсолютно серьезно с вами говорю, никого никуда не засаживаю. Это все дисклеймер, не финансовый совет, но я лично делаю так. И то, что мы увидели вчера по Dash во время стрима, это лишний раз подтверждение тому, что этот рынок очень легко накачивать, очень легко манипулировать этим рынком и накачивать его деньгами, в том числе накачивать его тезером и битками, если это альты. Поэтому смотрите, по Dash, что тут можно сказать? Это уже, конечно, не бычий флаг ни разу, это уже pump и dump, и это был явно short squeeze, и мы полетели дальше вниз по ходу. Но знаете, что еще я вам скажу? Вот эта свечка, когда кто-то купил 50 тысяч монет по рынку, и цена улетела вверх в моменте на 70%, это явно не просто так. Это какой-то крупный дядя закрыл свой short по рынку, просто чтобы не ждать исполнения лимиток. Это какой-то крупный дядя шортил либо с 400, либо примерно откуда-то оттуда, и закрыл свой short по рынку. Если мы посмотрим на дневки, то свечи зеленые хайка наши, еще даже вот эта свеча зеленая. Так что возможно, возможно, Dash все-таки предвестник того, что скоро будет сильно лонговое движение. Опять же, стахастик пошел наверх набирать. И видите, то, что я говорил 3 дня назад, как раз сработало. Вот здесь вот я наблюдал за стахастиком, также за вот этими зелеными точками и небольшой дивергенцией. И говорил вам, что Dash Long уже все, Dash готов к туземуну. Всех неверующих спекулянтов вытряхнули. А кому надо, зашли через OTC-дески. И, собственно, вот Dash начал туземунить, поэтому тут смотрю, как рассмотреть. Для того, чтобы получать всю эту инфу, подпишитесь к нам в Telegram обязательно, чтобы ничего не пропустить, потому что YouTube иногда не присылает уведомления. Вот. И да, на самом деле на недельках мы видим разворотную историю, поэтому я все еще за туземуну и за лонг. Туда мы должны пойти и еще выше переписать вот этот хай. Но, как сами видите, рынок очень дико манипулятивный, волатильный. Так что будьте осторожны, торгуйте аккуратно. По биткоин-доминации апдейт в том, что она, смотрите, удерживается, идет пробивать сейчас вот это сопротивление. По ходу манифлуа выходит в зеленую зону. И биток может, конечно, почувствовать себя чуть получше, чем альты, даже на фоне этой просадки. Видите, все падает к доллару, но биткоин-доминация растет. Это значит, что альты в основной своей массе еще больше падают к доллару. Но все может измениться в любой момент. Еще раз вам говорю, сейчас рынок к доллару развернется, начнет расти. Биткоин-доминация ложно проколит этот уровень или отвергнется от него и полетит дальше вниз. Возможно. Опять же, стахастик перекуплен. RSI тоже скоро будет перекуплен. Так что смотрите, все это не финансовый совет, конечно же, как обычный дисклеймер. Но рынок очень сейчас, очень-очень интересный в плане того, что, ну, посмотрите, какие он скидки дает. Это, ну, очень вкусные скидки. Сейчас реально все, кто зашартят вот здесь в пол, их, собственно, и задрючат. Потому что этот паттерн, который мы видим, называется двойное дно с медвежьей ловушкой. Только это уже считай тройное дно, но с медвежьей ловушкой по-любому. То есть чуть ниже и резко наверх. Это прям классика криптотеханализа. Как бы есть, конечно, еще малюсенький вариант того, что прям совсем вот так. Поэтому будьте к этому готовы, чтобы тут, если что, тоже докупиться, потому что потом все равно наверх. Вот и все. А те, кто сейчас будут шортить, их просто выстригут вот здесь, вот здесь и вот здесь. Поэтому аккуратненько. С вами был Гриня. Ставьте лайки, стопы, тейки и всем профитам.